Сегодня я хочу с вами поговорить о интересной теме, о калориях, о их дефиците. Когда-то взяли, начали сжигать в печи разную еду, торт, морковь, корову и сельдерей. И при сжигании поняли, что выделяется разное количество энергии. Вот, собственно, эту энергию начали именовать пищевую энергию килокалориями. Это вот эти полуистеричные псевдомущины, которые страдают, страдают от того, что они не покушали. Качок в семье, горе в семье, у одного моего коллеги на подготовке был постоянно один и тот же сон. Он приходит в магазин и набрасывается на шоколадки. Четвертый мой друг уехал в карете неотложной помощи, в реанимацию, потому что невероятно сильно объелся после соревнований. Сейчас переслушайте. Чем сильнее дефицит, тем сильнее снижаются обменные процессы. Сейчас было, в общем, очень обидно. Что-то не сработал микрофон, не записался звук. Ну, не скажу, что я такой прям дико переживающий человек, поэтому просто перезапишу ролик. Хотя второй раз всегда получается хуже, если быть честным. Ладно, друзья, всем привет. С вами я, Руслан Халецкий. И сегодня я хочу с вами поговорить о интересной теме. О калориях. А именно о их дефиците. Одна из самых распространенных, частых и популярных систем. Добавление от лишнего жира. Это система регулирования поступления энергии. То бишь калорий в ваш организм. Как узнали, что в еде есть энергия? Что такое вообще калории? Да, калории легко переводятся в килоджоули. Когда-то взяли, начали сжигать в печи разную еду. Торт, морковь, корову и сельдерей. И при сжигании поняли, что выделяется разное количество энергии. Вот, собственно, эту энергию начали именовать пищевую энергию килокалориями. В принципе, одна килокалория, то количество энергии, которое нужно затратить, чтобы нагреть, не помню, сколько воды на один градус. Дефицит. То есть так, нехватка и избыток. Дефицит и профицит. Калорий. Вот, что зачастую мы слышим от всех, почти от всех диетологов. Причем уже диетолог, который об этом говорит, это хороший диетолог. Потому что чаще всего диетолог какой-нибудь будет прописывать тупорылую диету на кефире, гречке или чем-нибудь еще. Что является полным, конченным маразмом. От этих людей нужно бежать. Перед этим желательно нанести им максимальное количество увечий. Конечно, многие тренера и специалисты рекомендуют. Хочешь набирать, нужен калорий и избыток. Что прямо логично. И хочешь худеть, нужен дефицит. Причем, как точно понять, сколько нужно есть, вам никто не скажет. Все расчетные формулы, от которых вам отталкивают калорийность, вам ее выдают, на самом деле ошибочны. Причем ошибочны в корне. И в следующем ролике я вам объясню, как действительно нужно подбирать необходимую вам калорийность. О чем нужно думать, когда вы начинаете ориентироваться на калории, которые собираетесь потреблять. Но сегодня хочу поговорить вам с вами о самом, наверное, страшном. О негативных последствиях сильного дефицита. Сильной нехватки калорий. А это очень популярно. Я зачастую вижу рекомендации как спортсменам, так и простым любителям фитнеса, и мальчикам, и девочкам. Дикого-дикого урезания калорий. 1300, 1200. Ну, давайте так, смеха ради. Буквально вчера мой замдиректора пришел и сказал, Мне посоветовал знакомый тренер, есть 1200 килокалорий. Сейчас я буду ходить. Я говорю, блядь, ты серьезно говорю? То есть тебе не зайти ко мне вот сейчас в кабинет и не спросить. Ты решил послушать какого-то левого тренера. Ну, мы просто, говорит, общались, друзья, вот он посоветовал. Ну, бывает всякое, ладно, не суть. 1200 калорий для взрослого мужика. Очень, очень много трачущего энергии как на умственную работу, так и ногами, которые много ходят. И весом 90 килограмм. Ну, повыше меня ростом. Красивый домишко. Ладно. Девочки, которые многие кушают на суперфитнес-марафонах по 900-800 калорий. Кстати, фитнес-марафоны полное говно. Рекомендую их избегать. Лучше потратить эти деньги на 3-4 хороших электронных книги, которые дадут вам гораздо больше знаний. Ну, а чат по интересам, думаю, можно найти и так. И для этого не нужно вступать в марафон с бредовой информацией. Итак, дефицит калорий. К чему он может привести? Первый пункт. Конечно же, первый пункт, то, что человек в сильном дефиците начинает ощущать очень сильное недомогание. Из-за падения общей температуры тела, и ему постоянно холодно. Ему холодно. У него такое состояние полуозноба. Снижается температура тела. Из-за этого меняется общий гомеостаз, в котором стремится пребывать наш организм. И вы понимаете, да, что когда у вас температура повышенная, это значит, что организм борется с какими-то патогенами, вирусами, болезнями, инфекциями. Когда температура пониженная, он ослаблен, и он больше подвержен заболеваниям, плюс испытываете общую слабость. Возможно, кто-то сталкивался с подобным, у кого было самочувствие во время болезни, когда температура, наоборот, снижается. Следующий пункт, пункт номер два. Что происходит с человеком в очень сильном дефиците? У него замедляется сердцебиение. Сердцу требуется тоже энергия для работы, для сердечных сокращений. Поэтому наступает сокращение сердечных сокращений, что за собой тоже влечет снижение общего тонуса, ухудшение питания тканей и органов. Так что, думаю, понимаете, что когда у вас сердце бьется реже, и это не обусловлено каким-то, не знаю, медитацией, ничего в этом хорошего нет. Ну, кстати, я уже находил 3000 шагов. Это очень даже хорошо. Это пункт. Из-за нехватки калорий, а в том числе и нутриентов, снижается общая вносливость организма. Из-за снижения метаболических процессов, причем они снижаются лавинообразно. Чем сильнее дефицит, тем сильнее замедляются обменные процессы. Сейчас переслушайте. Чем сильнее дефицит, тем сильнее снижаются обменные процессы. Чем меньше вы едите, тем медленнее будут окисляться жирные кислоты. Потому что ваша вносливость в многом это работа ваших митохондрий, которые вырабатывают энергию. То есть, чем вы меньше едите, тем вы хуже сжигаете жир. Потрясающе. А вы меньше едите ради того, чтобы сжигать жир. Прям система явно ошибочная. Ошибочная система ухода в невероятно сильный дефицит калорий. Легкий дефицит, это хорошо. Это работает. От этого мы сбрасываем лишний вес при правильно подобранном режиме питания. И в случае, если у нас нет проблем с гормонами. У нас же сейчас что начинается? Фитнес-тренеры, фитнес-блогеры, они же товарищи низкообразованные. И они всегда бегут туда, куда дует ветер или где дым. Вот. Сейчас все уже начнут кричать, что калории не работают. Потому что очень резко встала популярна тема инсулино-резистентности. Но обратите внимание. Если у человека нет инсулино-резистентности, то теория калорий вполне себе работает. Если их правильно посчитать. Правильно подобрать калорийность. Потому что посчитать-то все могут посчитать правильно. Но при этом правильно посчитанные калории не означают, что вы их правильно себе подобрали и что они будут работать. Но об этом в следующем ролике. Поэтому, если вам нравится этот ролик, поставьте палец вверх, напишите комментарий, напишите свои мысли, что вы думаете по этому поводу. И, конечно, отдельная моя благодарность тем, кто этим роликом поделится с своими друзьями, а может даже с врагами. Ну, мало ли, я вам не нравлюсь, тогда поделитесь этим роликом с врагами. Пусть им будет тоже неприятненько на меня смотреть. А я сбился, ребят, это был третий пункт, я называл, да? Или какой? Или какой? Общий внос и воспадение. Ладно, пусть это будет пункт номер три, я его проговорил. Теперь переходим к пункту номер четыре. Пункт номер четыре. Это снижение артериального давления. Потому что из-за нехватки энергии снижается тонус сосудов. Что такое пониженное, а даже, скорее всего, низкое давление? Это вялое самочувствие, это темнеющее, такие темные круги в глазах и головокружение, когда вы просто встаете со стула. Ну, короче, прямо, прямо, блин, ребят, это плохо. Это плохо, это болезненное состояние. Ну, а что еще ожидать от человека, который находится в 30 калорий? Красивая елка. Я отвлекаюсь, простите. На самом деле, я уже устал ходить и говорить одновременно. Я уже прошел, пока тут это все на улице у меня происходит, почти, ну, три с половиной тысячи шагов. Думаю, что три километрика я уже оттопал. Есть один орган, есть один орган, очень важный и самый энергоемкий, который, по вашему ошибочному мнению, очень любит сахарок. Ну, что это не так? Говорю я, конечно, про ваш мозг. Про ваш мозг я говорю, и ему нужна энергия. И в случае ее нехватки, он, как и все органы, переходит в режим экономии. Вы начинаете подтупливать. Наверняка вы видели спортсменов, которые тупят на сушке. У вас начинаются неврозы. Это вот эти полуистеричные псевдомущины, которые страдают, страдают от того, что они не покушали. Это такие слезы на глазах огромных культуристов слаженного пути, которые в приступах ярости находятся, если их семья и близкие вдруг кушают вкусную еду при них. Потому что качок в семье, горе в семье. Вот. Шучу, конечно. Но такое бывает. Неврозы. Просто маниакальная повернутость на еде. Несколько вам расскажу историй из жизни про моих, скажем, ну, не товарищей, но коллег. Коллег. История номер один. У одного моего коллеги на подготовке был постоянно один и тот же сон. Он приходит в магазин и набрасывается на шоколадки. Все это по карманам, по рукавам, в капюшон. Начинает их есть то, что не влезло прямо в магазине. Лопает, лопает, лопает все это дело. Подходит охрана, он начинает убегать. На время бега кушает. Его ловит полиция. За ним едет он, кушает шоколадки и мороженое. Его скручивают. А он все равно, когда его скручивают, пытается зубами достать до остатков шоколада. Интересно, да? Другой мой товарищ, он во время сушки записывал каждое блюдо, каждый десерт, который хотел скушать. Еще один человек, находясь в магазинах, покупал все, что ему хочется съесть. У него был полный шкаф шоколада, который он опустошил после соревнований. Он покупал каждую необычную шоколадку, конфетку и так далее. Четвертый мой друг уехал в карете неотложной помощи, в реанимацию, потому что невероятно сильно объелся после соревнований. Он остался жив, у него был приступ очень острого панкреатита. Еще он почему-то дико-дико отек просто в один момент из-за нарушения водно-солевого баланса. Что он делал по мочегону, не знаю, не вдавался в подробности. Но вот такие вот моменты происходят с вашим мозгом. В случае невероятно сильного дефицита калорий. Что же еще интересного происходит с вами? Ну, конечно же, ухудшение состояния кожи, волос, ногтей. Зависит они от, во-первых, конечно, того, какие нутриенты во время этого колоссального дефицита. Все-таки, если это будут только белки и жиры, условно кето, пострадают ваши, так скажем, кожа, волосы, ногти, кожа, рожа меньше. Если это будут обычные, там, то, что люди думают, что на дефиците, можно есть что угодно. Вам ведь рассказывали блогеры, flexible diet, пошли они, эти товарищи, со своей гибкой диетой, которую они так активно пропагандируют. Нет, ребята, если это будет кусочек торта, маленький снигерс, одно яблоко и, не знаю, и одно яйцо, это не круто. Потому что снигерс, тортик и вся остальная ерунда, это прямо беда бедой. Особенно в условиях дефицита. Нужно, чтобы вся дефицитная еда была крайне полезная, полноценная и питательная. Причем питательная полезными элементами. Такой ветер дует. Вам, наверное, неприятно слушать. Пойду в другую сторону, чтобы ветер был в спину. Пусть мои пункты закончились. Основные, которые я хотел вам рассказать. Конечно, конечно же, режим голодания, он лавинообразно цепляет и гормоны в последующем. И очень многие моменты, да, как же у девушек пропадут месячные, будет нарушен цикл. У мужчин полностью пропадет либидо и, как бы, тянуть на мужские подвиги никого не будет. Сейчас я вас призываю ни в коем случае не уходить в сильный дефицит ради избавления от лишнего веса. Я вас призываю подписаться на канал, посмотреть предыдущие ролики, посмотреть ролики, которые будут в будущем. И очень надеюсь, что они принесут вам пользу, помогут в достижении ваших целей и задач. Я с вами прощаюсь. Еще раз напомню, что роликом можно поделиться с друзьями. То, что можно нажать на колокольчик, чтобы получать первым оповещение о новом видео. Всем пока!